Так вот, что такое святость? Святость приобретается прежде всего первое и основное. Приобретается решимостью. До тех пор, пока мы сами в себе не решили жить по-христиански, конечно, ни о какой святости нечего и говорить. И нечего себя обманывать. Тот, кто хочет хоть немножко продвинуться по пути духовной жизни, прежде всего должен принять решение. Отныне постараюсь бороться со всем тем недолжным, недобрым и злым, что во мне возникает. Что должна быть правильная и праведная жизнь. И это само собой разумеется, что должна быть нравственная жизнь. Об этом и говорить нечего. Я должен обратить взор внутрь себя. Эту свою душу, чтобы не осквернять ничем. Оказывается, на этом пути духовной жизни необходима борьба со всяким этим злом, который прет, что называется, в нас и из нас. При этом, при этом, первым признаком, первым признаком, что молитва действительно мы, ну, более-менее правильно, первым признаком является все большее видение, если хотите, открывающихся бездн своей души. я начинаю все больше действительно видеть, насколько далеко я отстаю в своей душе от той нормы христианской жизни, которая является, является, ну, элементарной, элементарной. Я вижу, не могу не осуждать, ну, не могу не осуждать, это же до чего докатились мы. Ну, подумайте, если я осуждаю другого, что это, о чем это говорит? Разве непонятно? Я бы так не сделал. Слышите, насколько я выше? Насколько я лучше его? Насколько я лучше? Гордость сама не открывается. Это самая скрытая страсть, которая в нас. Она открывается через свои проявления. Осуждение первое из них. Я бы так не сделал. То есть, я этого не говорю, что я бы так не сделал. Но это, само собой, подразумевается. Я же его осуждаю. Через тщеславие, через зависть, через... Гордость открывается через всю совокупность вот этих вот страстей, о которых Ава Дорофей говорит. Из гордости вырастают эти три столпа сатанинских, из которых исходят все страсти. Сластолюбие, сребролюбие, слава, славолюбие. Ну, понятно, что такое любление и слава. Вот, оказывается, святая жизнь, оказывается, сопряжена вот с этим, с правильной молитвой, с правильным отношением к тому, что у меня возникает, с правильным отношением к своему телу. Ой, вот тут это, я не знаю, наверное, не менее тяжелое, чем все. Недаром Ян Лестничек написал этот строгий подвижник, назвал одну из ступеней своей лестницы о лукавом для всех и любезном владыке чреве. Святые отцы говорят, что, оказывается, вот эта вот невоздержность в пище, невоздержность в пище является источником источником всех вот этих душевных страстей. Это удивительные вещи. Тщеславие, оказывается, так и прет из невоздержания. И та же гордость, и все прочие страсти. Оказывается, вот эта невоздержность в пище, ух, каким является источником зла в человеке. Напротив, напротив, тот, кто вступил на путь, насколько это возможно, воздержание увидит, какое потрясающее благо даёт воздержание в пище, какую даёт лёгкость, лёгкость телу. Вы слышите? Просто телу. Насколько человек становится просто лёгким, ощущает себя. Ясность мысли, чистота ума, буквально. Воздержание, оказывается, воздержание в пище имеет огромнейшее значение. Кстати, об этом говорят аскеты все. Все аскеты. И, кстати, всех религий. Здесь они, в данном случае, все единодушны. При правильном отношении к своему телу, к своей душе, к своему уму, не позволять ему бродить во всему так, постепенно человек при правильной молитве постепенно, я скажу, происходит некое очищение сознания человека, очищение души. И по мере этой открывается всё большее видение необходимости Христа как Спасителя. Почему? Потому что я вижу, вижу, с одной стороны, что я живу совсем не так, с другой стороны, что я ничего не могу сделать. Господи, помоги мне! Как вот мы кричим, когда тонем, когда в огне, когда в какой-то тяжёлой ситуации, мы же кричим, обращаемся к другим людям. Вы же всегда мы кричим, когда видим, что погибаем. Так вот, и здесь человеку открывается вот та бездна, которая внутри человека присутствует, и он начинает обращаться, кричать Богу, Господи, помилуй! Вот эта искренняя молитва, сопряжённая, сопряжённая вот с таким образом жизни, она постепенно делает человека способной, способной к принятию Бога. И чем характеризуется святость? Не просто подвижничеством. Слышите, не просто. Подвижничество является условием, но это ещё совсем не святость. Можно подвязаться как угодно, не есть, не пить, не спать и так далее. Нет-нет! Не это является ещё святостью человека. Совсем нет! Вот афонский монах, видите, в сандалиях, зима, в лёгком подрясничке, пожалуйста, а находился в прелести. Святым человек становится тогда, когда он, увидев своё состояние души, смиряется, и на это смирение приходит Бог. В молитве это происходит, это связано с молитвой, и она характеризует уже, оказывается, молитва имеет несколько этапов, я не буду сейчас об этом говорить, скажу только вот об этом, что, оказывается, на определённом этапе понуждения себя к молитве происходит независимое от человека соединение ума с сердцем. Это соединение ума с сердцем происходит на достаточно высокой ступени, назову хотя бы. Первое, это обычное, как мы молимся, так называемое, гласное, устное. Второе, эта молитва, если мы постоянно понуждаем себя к этому, она переходит в умную молитву, умственную. Вы, наверное, обращали внимание, читаем молитву даже самую краткую, а язык во рту, так сказать, движется. А вот когда мы о чем-нибудь думаем, нет. Так вот, оказывается, молитва может стать умной, то есть независимой от этой вот, от речевой стороны человеческого организма. Только потом, при правильном, при правильном, еще раз говорю, обращении к Богу, молитва может стать умно-сердечной. Тогда эта молитва становится непрестанной. Это является одним из признаков, если хотите, того, того, что в данном случае человек стал насильником Духа Божьего. То, о чем говорил Серафим Саровский, что цель христианской жизни состоит в стяжании Духа Божьего, Духа Святого. Вот в чем дело. Святость, оказывается, это не просто мое состояние, это не то, что я делаю с собой. Я с собой могу только подготовить место для Бога. Только. Но открываю я Богу дверь, которая стучится только вратами смирения. Смирение, то есть, того осознания себя, реального видения, кто я есть на самом деле. Если я искренне обращаюсь к Богу, искренне каюсь пред Богом, не ожидая исповеди. Вот, кстати, все думают, что каяться, это надо, когда приду там раз в год или несколько раз в год к священнику. Да нет же! Ну что вы! Ну что вы! Каяться, ну же тут же немедленно! И под молитвой, разумеется, не то, что утром там или вечером. Никто не мешает нам провести молитву Иисусу в любое время суток. В любое время, когда я нахожусь, так сказать, в несонном состоянии. Кто мешает молитву Иисусу произнести от всей души с вниманием? Только наша ленность, только наше неверие, наша небрежность. Надо постоянно, насколько возможно, обращаться к этой молитве. Себя обращать к этому. Все те, кто поставил себе этой задачи, они потом не находили слов для выражения того блага, которое получали они здесь, здесь, в своей жизни. Молитва Иисусу – это великое дело, которое призван каждый христианин, а вовсе не только монахи. Каждый христианин. И к этому надо понуждать себя как можно чаще. Но, повторяю еще раз, только с вниманием, только с вниманием и благовением, а не так, как Харалампе, как из пулемета в секунду молитвы Иисусова. Мы христиане, а не индуисты. Мы слова молитвы произносим, а не мантры, не заклинания. И это очень и очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok